Доброго здоровья, уважаемые любители, автолюбители! Давненько я не рассказывал про свои машинки, что, что и как. Машинка 2002 года, значит ее сколько, 21 год. Естественно, надо следить, что-то изнашивается. И вот, что неприятно, это изнашиваются амортизаторы капота, амортизаторы багажника. И вот, настала очередь амортизаторов капота. Долго собирался, искал ходы-выходы, где там. Новые владельцы уверенно рулят. Красота! Амортизаторы стоят, японские, с Цельсиора. Подняли, держат. Полный порядок. Еще, испортилась вот эта вот, Керхер, или там, форсунка, как там ее назвать правильно, которая омывает фару. Пришлось сделать, потому что это все болталось. И могло отлететь. Так что, потихонечку ухаживаем за машиной. Ухаживаем. Смотрим, что, что, как. Так, пока все работает. Недавно сменили маслоприемник. Начал подтекать. Отсоединил теплообменник от корпуса масляного фильтра, от кронштейна масляного фильтра. То же самое, резинка. Заподлицо. И уже кто-то и монтировал, подмазывали герметиком. Но это все фигня. Ну вот, деталь собрана. Подготовлена к установке. Новые уплотнители. Здесь шайба. И непосредственно восьмерочка, так называемая. Маслоприемник потек. Там должны быть прокладочки резиновые. Резиновые прокладочки, естественно, никто не ставил. Это еще до меня было. Просто замазали герметиком, мол, и так сойдет. И так сошло лет десять с лишним. Ничего там не не капало, не текло. Ну, всему настает свое время. Знающие люди посмотрели, сказали. Поинтересовался я, сколько стоит этот маслоприемник. Новый девяносто пять тысяч. Надува-то слишком. Купили прокладочки, заменили, да, и все ездит. Так что потихонечку ухаживаем, смотрим, чтоб все работало. И пока что все работает. Машинка ездит, доставляет удовольствие. Та-да-да-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, прокатнемся на 20-летней машинке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, мы с вами отправляемся в небольшое путешествие На 20-летней машине Lexus LS430 Выпуск 2002 года С 2007-го волей случая обстоятельств Я владею этой машиной Так вышло, что я обслуживался Москва-Лосино-Островский центр И там как раз эту машину новую продали Выбросил или Где-то дел как ненужный Значит, опыт Рулевая рейка Далее, что там было А, там еще Фонарь был побитый Как-то там так вроде Вроде нормальный А внутри что-то там разбито Фонарь задний Вот Кстати, их заменил фонари На БУ Ну и так, по мелочам То-се Там я целую ввел Бухгалтерскую книгу Что там, что там, как там делалось Работа была проделана, конечно, большая Да, и Перетянут был салон Салон В смысле Перетянут вот это вот Потолок Ну вот это вот Кресла как они были Так они остались И в результате вот мне нравится Кожа там алькантара Ну, короче Хорошая кожа Бежевый салон Праздничный Такой салон Мне Очень он Нравится Машина Такая Праздничная Сейчас идут Очередные Почки Подвески Это я все Еду на Там На Поднятой Подвеске Подвеска Подвеска Поднимается Примерно сантиметрик На 4 Сейчас я Нажму вот эту кнопочку И ее Опушу Дорога более-менее ровно идет Мы с вами Едем на Кумбровку А вернее На Турбазу Исток Где я буду Плавать Дедушка Будет плавать Пора Открывать Купальный сезон Вчера Было первое Купание Но вода Конечно Бассейн должен был Быть Подогретый Но Не успели Посмотрим сейчас Как Подогрета Не подогрета Ну Возвращаемся К машинам По кузову Никаких особых Этих Каких-то там Ремонтов не было Хотя Решетка была Заменена На новое Там Эмбленка Лексуса Была Заменена Там спереди Сзади И вот В каком-то году Я поехал Через Крымский мост На чемпионат России По гирям Ирланд Ирланд Это Наверное был Так 19-й год 2019-й год И Ехали по трассе Таврида Вообще-то На крымском полуострове Летом Летом Дожди Или Осень Это была Большая редкость Но там не менее Были Грозы И только раз Попадая в очередной Ливень Еду По трассе Таврида И вот отсюда И потихнул Екарный Бабай Но обратился К мастерам У которых Руки Растут Правильно Вырезали Варили Затерли Зашпагливали Покрасили Там Все там Как положено Сделали И Не отличишь Нормально Сделали Сети Диск Норовит Значит Заживать Поэтому Я их просто-напросто Вынул И Бежал Дальше Что я еще делал Навернулся Компрессор Кондиционера И тогда у меня еще Как бы Бывают времена Когда пененца Маловато Я Узнал Сколько Он там Новый стоит Это опять-таки Был какой-то 2009 Нет 2009 А может и 2009 Ну Короче Сейчас Скажу Ну Примерно Года 4-5 Назад Это было Сколько стоит Здесь в России Сказали Где-то 70 Вот С какими-то там Хвостиками Тысяч Ну я думаю Ну что поделаешь Придется ездить А тут вообще-то Климат Контрол Придется ездить Без Без него Ну ладно И здесь Думаю Узнаю У местного Мастера У которого Голова Знаете На На нужном месте Это очень важно Когда у человека Голова на нужном месте Ну Он говорит Да Можно и сделать Тогда Еще Это как раз Естественно До войны Были Наверное 2009 Что-то там Так Не пять Короче До войны Это дело Было Какая разница Какой год был Луганск Тут Рядом Ближе чем Ростов Ну да Могут С Луганска Привезти этот Компрессор Кондиционера Этого Я же за сколько Он говорит Да где-то там За двадцать Две Тысячи рублей Чем-то Это И плюс Трубки То есть Тут Как было сделано Машина Вот эта Попала в аварию Значит Два контура Которые Тут Этого Кондиционера Там Передний Задний Они Задний Или там Трубки Там Поганили Как все говорят Трубки Молонию Там Сзади Просто напросто Отщепили задний контур Там Он Не охлаждал Там Сзади еще Холодильник То есть Холодильник Работал А тут вроде Она нормально По салону Работает Я значит Покупаю Этот Компрессор Две Длиннющие Трубки И мне Армен Так его зовут Все это дело Делает И вот Это он мне сделал И до сих пор Я езжу Радуюсь Все работает Холодильник работает Все все там Если надо там Что-то охладить То есть Сделано это Я Заказываю В Лосиноостровском Полный комплект Амортизатором Передние Задние Такие мощные И все это Меняю Заодно Меняю Выхлопную систему На новую Сделали Шумоизоляцию Но я так и понял Шумоизоляцию Так Тяп-ляп сделали Потому что делалось Не на самом Сервисе А делали люди Которые работают В сервисе Но они Хотели Сделать Как бы сказать Получить деньги Поехали Вроде как Мимо Автосервисы Говорят Да В гараже там у себя И Так как Мне надо машину было забирать Они где-то Ночь проработали Естественно Устали Что-то там Сделали Что-то не сделали Вот То есть Вроде машина и тихая Но Против Джипа Вот У меня был Джей Икс Четыреста Шестидесятый А сейчас Лэкс Пятьсот Семидесятый Она более Такая Огромкая Но тем не менее Вот Вроде как Колеса Малёса Там Кстати На резине Я езжу Зимний Резину Взял Там Пятьдесят Пятая По высоте Я взял Шестидесятую Она Как раз Становится Варку Машина Стала Выше Мягче Просто Знаете По нашим Буракам По которым Только что Ехали Отлично Значит она Ведёт Пробовал я Ставит И Шестьдесят пятый По высоте И Что Получалось Вроде Она Влезла Там Влезла Но На кочках Начала Колесом Тереть Обод Как там Арку Арку Тереть Аж Аж Протёрла Арку Поэтому Опыты Наших Трудных Эти колеса Были Значит Я уже не помню Я на них всё-таки Поездил Или выбросил Короче Были заменены На зимние Вот эти вот Шестидесятые И я уже Наверное Лет пять На них езжу И снос какой-то Минимальный Возможно По зиме И хуже будут ездить Я и зимой езжу Но Ничего не потёрлось Вот Вы Слушайте шум Какой В машине Вот на этих колесах Я езжу И Очень И очень доволен Если зимние Две пары Два колеса Ну Одной фермы Два колеса Там Другой фермы Может быть Я и заменю Туда дальше Может и не Заменю Так Ну вот Мы куда-то Подъезжаем Что-то Куда-то поехал В сторону Здесь Дорогу На Гундаровку С Каменска На Гундаровку Тоже Может быть Колеса Заменить На Более Другую Резину Всё Хорошо Всё Хорошо Ну естественно Наверное Вот эти тормозные диски Менялись Это я уже не помню Как-никак 15 лет я Только я Машиной владею Сейчас Что-нибудь ещё Вспомним Сейчас Подошла Как бы сказать Подошла Очередь Что Такое Ну как бы Несколько Неприятное Мелочь Неприятная Это Открывание Крышки Багажника Что там получилось Там получилось Что Кнопка Которая Открывает Багажник То есть Багажник открывается С салона Багажник открывается С пульта И Багажник открывается Непосредственно С крышки Кнопкой Так Вот Эта Кнопка А именно То Что Покрывает Кнопку Там Такая Резина Она Она Убой Вот Идет В мозгах Раз Она Там Включится Это Там Пробовали Ну вот Мы едем 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 Так Приобрели Есть Ну Как бы сказать Характерно После того Как машина Побывает В сервисе Практически В любом В сервисе Надо Надо Смотреть Ее Это Клипсы Срывают Клипсы Значит Там Защиту Плохо Поставят Что Потом Отрывается Это Все Короче Вот Это Пластмассовое Изделие И Дошло До того Что Вот Сейчас Необходимо Ну Желательно Это Поменять Крышку Воздушного Фильтра То есть Вот Эти все Защелочки Частично Потрывались Значит Патрубок Который Идет Там От Коробки Этой Воздушного Фильтра Он Там Сначала По Какой-то Причине Знаете Лопнул Потом Вообще Его там Отломили И машина Знаете Что Я Ездил Она начала Дрыгаться И Пару раз Заглохла Думаю Ну Вот Какая Незадача Что-то такое Случилось Серьезное А потом Раз Открываем А там Знаете Такая Щель В этом Патрубке И воздух Засасывало Мимо этого Всего Фильтра Естественно Там Датчики Не работали Ну Это Дело Просто Натянули Надо Там Наварить Напаять Эту Трубку Короче Восстановить Либо Крышку Нового Купить Либо Вообще Вот Эту Фильтра Окунулись Оздоровились И Додумал Посмотрим Как Старушка Ускоряется Вот Где-то Мы едем Сколько Там 60 Километров Ну Не более 70 Как Она Ускоряется И Так Давайте Начнем Дадим Чамару Сколько 120 140 Далее Чамару Машинки Дальше Я Не разгоняюсь Ну Что Я Человек Потрепанный Жизнью Поживший Машинка Тоже Далека От Юности 20 лет Пожилая Старушка Можно так сказать И Вот Мы Вдвою